Недоросы. Краткое содержание комедии. Деревня помещиков Простаковых. Госпожа Простакова в гневе крепостной портной Тришка, считает она, сшил слишком узкий кафтан ее любимому сыну, 16-летнему недорослю Митрофанушки. Тришка оправдывается тем, что не учился партнерному ремеслу, но госпожа ничего и слушать не хочет. Ее муж Простаков, недалекий и послушный жене человек, высказывает мнение, что кафтан Мишкова. А Тарасу Скатинину, брату Простаковой, кажется, что кафтан сшит из редних онка. Сам же кафтан – обновка Митрофанушки к сговору Скатинина с Софьей, дальней родственницей Простаковых. Отец Софьи умер, когда она была еще младенцем. Девушка росла у матери в Москве, но уже минуло полгода, как она осталась круглой сиротой. Простакова взяли ее к себе, чтобы надзирать за ее имением, как за своим собственным. Дядюшка Софьи, стародом, уехал в Сибирь. На протяжении долгого времени о нем не было никаких известий, и Простакова считает, что он давно умер. Скатинин хочет жениться на Софьи не потому, что ему нравится девушка, не потому, что он хочет завладеть ее деревеньками, но потому, что в этих деревеньках много свиней, а до них он большой охотник, а Софья еще не знает, кого прочат ей в мужья. Софье приходит письмо от стародома. Госпожа Простакова, услышав об этом, крайне раздражена, не сбылись ее надежды, дядюшка оказался жив. Простакова обвиняет Софью во лжи письмо, дескать, амурное, но проверить утверждение она не может, ибо неграмотно. Ее муж и брат тоже читать не гораздо. Их выручает постоялец Правдин. Он читает письмо, в котором стародом извещает племянницу, что делает ее наследницей своего состояния, нажитого им в Сибири, которая дает доходу 10 тысяч в год. Госпожа Простакова поражена этим известием. У нее возникает новая идея выдать Софью за своего сына, неочи Митрофана. Через деревню Простаковых проходят солдаты. Их ведет офицер Милон. Он встречает здесь своего старого друга Правдина. Тот рассказывает, что состоит членом наместнического правления. Правдина объезжает округ и особенно обращает внимание на злановных невежд, которые плохо обращаются со своими людьми. Именно таких невежд он нашел в лице Простаковых. Милон же рассказывает, что он влюблен и более полугода находится в разлуке с любимой. Недавно он узнал, что его возлюбленная осталась сиротой и какие-то дальние родственники увезли ее в свои деревни. В тот момент, когда Милон говорит об этом, он внезапно видит свою возлюбленную, это Софья. Влюбленные рады встрече, но Софья рассказывает, что госпожа Простакова хочет выдать ее замуж за Митрофанушку. Милона терзает ревность. Правда, она ослабевает, когда он узнает побольше о своем сопернике. Проходящий мимо Скатинин бесцеремонно заявляет о своих видах на Софью. Правдин рассказывает ему о планах госпожи Простаковой. Скатинин в бешенстве. На глаза ему попадается Митрофан, которого ведет учиться няня Еремеевна. Дядя желает объясниться с племянником и уж было набрасывается на него с кулаками. Но Еремеевна заслоняет с собой Митрофанушку и прогоняет Скатинина. Приходят учителя Митрофанушки Сидорыч Кутейкин и Пафнутич Циферкин. Кутейкин, дьячок от Покрова, недоучившийся в семинарии, учит Митрофана грамоте по часослову и псалтыре. А Циферкин, отставной сержант, учитель арифметики. Митрофан отказывается учиться. Он жалуется матери, что после дядюшкиной таски ему не идет на умучение. Еремеевна рассказывает о столкновении со Скатининым. Простакова утешает сына, обещает его скоро женить. Учителей она велит накормить обедом и вновь прислать. Госпожа недовольная Еремеевна и та не впилась в харю Скатинину и не раздернула ему рыло по уши. Простакова собирается по-своему переведаться с братцем. Усердная Еремеевна от обиды плачет. Учителя утешают ее. Приезжает Стародум. Прежде чем показаться хозяевом, он беседует со старым знакомым Правдином. Стародум вспоминает о своем отце, служившем Петру Великому, хвалит те времена. Стародум приехал, чтобы освободить свою племянницу от невежд без души. Он был вынужден покинуть государственную службу. Когда Стародум еще служил по военной части, он подружился с молодым графом. По объявлении войны Стародум поспешил в армию, а граф от этого уклонился. И вскоре после этого граф был произведен чином, а Стародум, раненый на войне, обойден. Выйдя в отставку, Стародум приехал в Петербург ко двору. Но позже он решил, что лучше вести жизнь у себя дома, нежели в чужой передней. Стародум встречается с Софьей и обещает увезти племянницу от Простаковых. Разговор прерван появлением Простакова и Скатинина. Сестра с братом дерутся, а Милон разнимает их. Стародум эта сцена забавляет. Госпожа Простакова раздражена весельем незнакомца, но узнав, что это Стародум, она меняет тон на самый раболепный и угодливый. Она хочет подольститься к богатому родственнику и поспособствовать этим женитьбе Митрофанушкина Софьи. Но Стародум обещает на следующее же утро отвезти Софью в Москву, чтобы там выдать ее замуж за некоего молодого человека больших достоинств. Это известие повергает всех в уныние, а Софья кажется пораженную. Тогда Стародум говорит ей, что выбор достойного жениха всецело в ее воле. Это всем возвращает надежду. Госпожа Простакова хвалится перед Стародумом образованием Митрофанушки. Она особенно довольна немцам Адамом Адамычем Вральманом, которого наняла на пять лет. Она платит ему 300 рублей в год, прочим учителям – 10. Вральман учит Митрофана по-французски и всем наукам. Но главное, он ребенка не неволит. Тем временем Кутейкин и Циферкин печалятся о том, что учение идет не очень успешно. Арифметики Митрофан учится третий год, а трех перечесть не умеет. Грамоту он изучает четвертый год, а до сих пор новой строки не разберет. А вся беда в том, что Вральман потакает ленивому ученику и мешает учебе. Госпожа Простакова уговаривает сына поучиться. Тот требует, чтобы поскорее был сговор «не хочу учиться, хочу жениться». Циферкин задает Митрофану две задачи. Но мать вмешивается и не дает решить их. Вообще арифметика представляется ей пустой наукой, денег нет, что считать. Деньги есть, сочтем и без пафнутича хорошохонько. Приходится Циферкину закончить занятие. Его место заступает Кутейкин. Митрофан бессмысленно повторяет за ним строки из часослова. Тут появляется Вральман. Он объясняет госпоже Простаковой, что излишне набивать голову очень опасно. Вральман считает, что можно обойтись и без российской грамоты, и без арифметики. Митрофанушке, говорит он, нужно лишь знать, как жить в свете. Вральман отпускает Митрофана порезвиться. Циферкин и Кутейкин хотят побить Вральмана. Отставной сержант замахивается Даскою, а дьячок часословом, но немцу удается убежать. Софья читает книгу Фенелона о воспитании девиц. Стародом беседует с ней о добродетели. Он получает письмо от графа Чистона. Это дядя Милона, который хочет женить своего племянника на Софии. Заговоривая Софье о ее замужестве, Стародом вновь замечает, что она смущена. Тут появляется Правдин и Милон. Правдин представляет Милона Стародому. Оказывается, Милон в Москве часто бывал в доме Софьиной матери и та любила его как сына. Стародом, беседуя с Милоном, убеждается, что имеет дело с достойным человеком. Милон просит руки Софьи, упоминая о своей взаимной склонности с девушкой. Стародом с радостью узнает, что Софья избрала именно того, кого он сам прочит ей в мужья. Он дает согласие на этот брак. Но прочие претенденты на руку Софьи ничего не ведают и не оставляют своих надежд. Скатенин принимается говорить о древности своего рода. Стародом в шутку делает вид, что во всем с ним согласен. Госпожа Простакова предлагает Стародому посмотреть, как Митрофонушка выучен. Софин дядюшка изображает, будто в восторге от Митрофонушкиной учености. Однако он отказывает искатенину и Митрофонушке, сообщив, что Софья уже сговорена. Он объявляет, что уедет с Софьей в 7 утра. Но госпожа Простакова решает, что до этого времени она успеет поставить на своем. Она расставляет по дому часовых. Правдин получает пакет. Ему предписано взять в обеку дамы деревни Простаковых при первом же случае, когда нрав Простаковой будет угрожать в безопасности подвластных ей людей. Правдин рассказывает об этом Стародому. Их разговор прерван шумом. Люди Простаковой тащат сопротивляющуюся Софью в карете, венчаться с Митрофонушкой. Милон, заставший эту сцену, освобождает невесту. Правдин грозит, что Простакова предстанет перед судом, как нарушительница гражданского спокойства. Госпожа Простакова бурно раскаивается в своем поступке. Стародому Софья прощает ее. Простакова рада прощению, уж теперь-то она отомстит своим слугам за произошедшую неудачу. Но сделать этого ей не удается. Правдин объявляет, что по правительственному указу он принимает в опеку дома деревни Простаковых. Скатинин по добру, по здорову уезжает к себе, к своим любимым хливам. Госпожа Простакова просит Правдина дать ей власть хотя бы на три дня. Но тот не соглашается. Он зовет учителей, чтобы рассчитаться с ними. Еремеевна приводит Кутейкина, Циферкина и Вральмана. Правдин отпускает их во своясе. Кутейкин требует, чтобы ему заплатили за учение за стоптанные сапоги. А Циферкин отказывается от платы, потому что Митрофанушка ничему не научился. За такой великодуший Стародум, Милон и Правдин дают ему денег. А Кутейкину Правдин предлагает рассчитаться с самой госпожой. Тот в ужасе восклицает от всего отступаюсь. Во Вральмане Стародум узнает своего бывшего кучера. Оказывается, Вральман нигде не мог сыскать себе места кучера и пришлось ему идти в учителя. Стародум соглашается опять взять его к себе кучером. Стародум, Софья и Милон собираются уезжать. Простакова обнимает Митрофанушку «Один ты у меня остался». Но сын грубит ей. Мать падает в обморок. Правдин решает отправить Митрофана на службу. Очнувшись, госпожа Простакова причитает «Погибла я совсем». А Стародум, указывая на нее, произносит «Вот зла, норвя достойные плоды». Простакова причитает «Один ты у меня как то. Продолжение следует...